Обязанность человека к жене, то лучше не жениться. А какая обязанность? До смерти развестись не можно, только одно. Не было сказано о том, что на руках нести, с неба звездочку достать. Это обязанность не поставлено. Только одно, разводиться нельзя. А почему такое установление-то было, что разводиться-то нельзя, потом оказалось можно? А потому что убивать начали. И Господь говорит, по-вашему же циклосердию. Вот сегодня, если бы сейчас ввели закон такой, что разводиться нельзя. Ни под каким видом. Только если умрет. Хоронить не кому было бы. Всех киллеров, которые на увольнение, на пенсии собрали бы, только жен убивать. Потому что не каждый сам может убивать. Рука. А освободиться любым путем надо. Мусульманский закон очень строгий по отношению к женщинам, воспитание у них, пить нельзя. А на развод очень легко. Если он вышел на дорогу и четыре раза кликнет, разведен, 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 что кто-то слышал, все разведено, она должна уже выходить, во дворе стояла, в комнате не имеет права заходить. Все кончилось. Ну вы считали. Восемнадцать пятом. Он знал, что это ничего не поможет, что он будет судиться. Ведь сегодня, ну насколько это достоверно, было за восемьдесят процентов разводов, сто процентов подходит. А второй брак более прочный, а третий еще более прочный. Почему? Удавка натянута сатаной. Первое, как бы оно ни было, ну она из одного ребра. А второе, это уже ребра поломанная. Люди начинают говорить, а вот если бы не было дерева, того познания добра и зла, а как бы люди расплаждались, а как бы было. Вот разные догадки. Но вообразите одно, что сегодня поставили бы такой вопрос, какое самое большое зло делают люди на земле? Ну какое, убивают, наверное. Войну затевают. Самое большое, но эти злодеи иногда среди нас живут. Когда муж покоряется жене, это ничего страшнее нет. Как только Адам покорился Еве, все кончилось. И через Еву вошел грех. А представьте, Адам бы не послушал. Ты что делаешь? Да разве можно есть? Господи, Бог Егова, помоги, что она сделала? Дальше можем только догадываться. Ева вкусила смерть, и смерть вошла об Адаме. Нет, может быть, вторую бы создал Бог, уже бы он не берег ее, не отпустил бы. Ну как-то было бы по-другому. Люди тогда разгадывают как. Адам-то пошел, зачем за ней? Все, что есть на земле, ниже этого греха. Страшное и самое злое создание женщины. Соглашусь, медведь, если она углужит, все перечисляют. И ядовите змеиные головы, но еще страшнее муж, который слушается жену. Потому что он обладает большей силой. Царица Евдоксия ничего бы со Златоустом не смогла сделать, если бы ее муж Аркадий не поддержал ее. Ничего. И Ира-то не убил, и она креститель, если бы и рада-то не подсунула дочь здесь. И пророк-то Илья не бежал бы сорок, Атахава-то обижал от Изавеля, и она сказала, то и то будет с собой, если завтра с Ильей того же самого не будет. А его за что было преследовать? Ну, не женатый, постится, все позади осталось. Женщина дала клятву, убьет, и он бежал без заглядки сорок дней. Самый слелый пророк Илья. Вот что такое женщина, если ты хочешь знать. И посчитай вторую книгу Ездры, когда данным была загадка, что самое сильное и прочее. Кто что не говорил, и наконец-то согласились, что самое сильное это женщина. Император, на которого взглянуть боятся, всемирный властитель, а рядом с ним сидит наложница. Одной рукой, говорит, снимает венец, а другой бьет его по щеке, а он разинулся, смотрит и не раздевается, когда она улыбнется. А на нем взглянуть нельзя, какой трепещет все. И ученики говорят, что если такая обязанность, хоть как не хотелось бы жениться, но лучше не жениться. Такую змею под боком. Но однако, лучше. То есть, все остальное ниже, но и жениться так вот, но уж если такая обязанность. Сегодня как раз женятся лучше, потому что обязанностей никаких нет. За нее не надо ни колына, ни платить, ничего. Вы вдумайтесь, в Священное Писание. Стоят апостолы, и они поняли, что ей не угодишь, и самое главное, это развестись нельзя. А решила только о разводе. И вот христианство возводит людей на высоту, которая недостижимая нисколько. где-то еще есть какие-то подвижки, а в этом вопросе ничего нету. Как будто бы вчера Христос сказал. И придумали, второй раз венчается, третий. Я у соробетов знаю, в том числе, при трех живых женах три раза венчают. А здесь вообще могут бесчетное число раз. Почему? А к епископу, епископ разрешил. Епископ разрешил. Я говорю, а как он разрешил? Ну, написано. Ну, знаете, мы помолились, и вот он диакон был уже, а она деканиса выходит. Ну, не деканиса, а жена диакона. И вот он оказался изменник. Он изменяет. Его заперли в служение, а она твердая такая и сказала, я ему не прощу. Но одна-то жить она не может. И тогда мы написали записку и положили на престол Божий. Я говорю, это нужно было делать? Вы гадаете. Какая важность? Что это? Евангелие определяли, который истинный или нестинный. Ну, и что? Да вот, сказано было, что можно развестись. И за кого она вышла? За неверующего. Дочь протеерея. Ну, чего тут гадать, когда при живом муже изменник, неизменник. Вот в чем дело так. Венщины нельзя жить. А венщины развестись нельзя. Это еще страшнее. Там блуднику 7 лет. 8 лет эпитемия. А здесь пожизненно, и нельзя ничего сделать. Если такая обязанность, и развестись нельзя, да лучше тогда не жениться. И вот что об этом говорит нам Священное Писание. А дальше говорит, ну, могут не жениться те, которые сами себя скопили, кого люди скопили, ну, для Царства Небесного. Это не означает, что они кастрированы добровольно. Человек себя там постом, молитвой, воздержанием, и остался. Блаженны эти люди. Ну, это кто может. Что интересно, в инфинитивной форме слово «жениться» в Библии встречается всего 4 раза. Кажется, тысячи раз должно было быть. Вторая книга Маковейская, 14-25. Из рода Маковея, самый предводитель всего, громил у врагов в большем количестве Иуда. И ничего с ним не могли сделать враги. Приходят усмирять, а он всех разобьет на голову и опять скроется. И пришел один Никанор, а ему посоветовали, что сделать. Женить его надо Иуду. Он, оказывается, не женатый был. И уговорили, и он сумел убедить его жениться, чтобы рождать детей. И когда он женился, то успокоился и наслаждался жизнью, и не было больше войны, и никого он не гнал. Жена его усмирила. Тебе трудно жить в немощи твоей, в бедности. Ты хочешь, чтобы у тебя была квартира, начало стяжанию, полагая жена. Ну, конечно, если она умеет экономить, иначе она и готова, и все, и у кого образ трясешь. Слово Божие говорит о том, что трудно найти подходящую, хорошую жену. И этим заниматься должны родители. Это во всей Библии об этом говорит. Чтобы сама она искала, определяла, нравится, не нравится, Библия вообще этого не знает. Он решал. Он. Она могла настаивать. В одном случае, если жила и была бездетная, и он умер, и теперь закон гласил, обязан на ней жениться был ее брат. А вот тут власть в ее руках была. Если ее не брали замуж, она показывала весь характер. И закон шел в ее сторону. И второе ей говорит. И тогда невестка, когда он откажется, пойдет к воротам города, к старейшинам, и скажет, деверь, который не хочет восстановить дом брату, восстановить семя, ей разрешалось снять сего сапог, забросить его и плюнуть ему в лицо. Вот что-то, наверное, я думаю, слюней-то полжизни копило. И он ее нельзя, он хоть заплюнулся, он уже не возьмет. Она не работала тогда, надо было кормить и прочее. Закон шел в ее сторону. Она тоже многое теряла. Марка 12, 25. Некоторые, видимо, боялись, что я воскресну, и опять в Сарстве Небесном моя старая жена, с которой тут едва уживался, и она сам меня будет доедать. Ничего этого не будет. И Господь успокоил, видимо, когда из мертвых воскреснут, тогда они будут не жениться, не замуж выходить, а будут как ангелы. Я думаю, как это приятно было тем, у которых была неудачная жизнь, как ангелы. А у яговистов, у них так, что они будут там рождать, заселять другие планеты. Я не знаю, только поскольку жен у мормонов, у них вообще не ограничено. Малахиа 2 глава 1 стих. Говорится о том, что Матфея 24, 37 «И как перед потопом ели, пели, женились, выходили замуж и не думали, как Ной вошел в ковчег». Да так всегда было. С особым желанием буду за того пояснять. Бывают такие моменты, когда они особо хотели жениться, вот после войны женить бы не очень шли. Потому что женить бы как-то человека уже налагало, а мужей было мало, и они были свободны. Значит, перед пришествием Христа очень охотно будут жениться. Лука 14, 20. Третий говорит, «Я не могу прийти на брак, потому что я женился». В этом очень много сказано. Не все покупают вагов по нашему машине, не у всех поля есть, участок, а жениться-то большая часть все-таки женатые люди. И он не может никуда пойти. Я кого-то знаю, если актный был, то может быть что-то останется. А если был, абы как, то и когда он женится, вообще ничего нет. Сразу двоих теряем. Они ничего не могут, и времени никакого нет. Ну день, два, год проходит, разницы никакой нет. Он не может прийти, начинает пропускать, в субботу их нет. А почему? А я женился, дом строю. Это прямо по притче. Но ты знал, что когда женишься, и ты не можешь прийти, так зачем же ты женился-то? А ты скажи так, если я женюсь, Господи, то теперь у меня времени будет еще больше, потому что на кухне я сам не буду готовить. Ну и найди какие-то причины. Тогда женить его будет оправданно. 1 Коринфянам, 7 глава, 8 стих. Павел убеждает, что о безбрачном, и в дом говорю, хорошо им оставаться, как я. Вот это поставило под сомнение, то, что Павел был не женатый. Некоторые следователи находят, что он был разведенный. Вдовец. Хорошо им, самое главное, остаться без жены. Уже вкусил, оставь вот. Вот сегодня монашество нельзя истребить никак, оно будет. Ну, если бы меня спросили, а что тогда делать? Я думаю так, принимать в монашество только тех, которые были уже женаты. Тогда они же будут знать, что это такое. Очень легко монахи падают. Увидел женщину, голова закружилась, смотришь, уже он пал. Послали по воду, приходит, пал. Пошел корзинки продавать, и корзинки потерял, опять пал. А надо такое, чтобы пожил, как следует. И теперь он за монашество будет держаться, как за спасительную мачту на корабле. Он каждой женщине будет бояться, а не лезть навстречу к ней. 1 Коринфянам, 7, 26. Но по нужде, я за лучшее признаю хорошо человеку оставаться как я. Потому что, 28 стих говорит, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Скорбей-то сколько? Да разродиться-то не могут сегодня. Да животы им скрывают, режут. Да ребятишки недоношенные. Соображают плохо. Да болезни какие-то все, да все женские. То проще общие были болезни. Сколько скорбей. И ради чего? А потом вырастет, да пьяница. Да под старость лет ни покоя, ничего нет. И не знает, куда уехать, куда бросить. Прящется от детей. Да нужно ли все это было? А ты бы молился сначала, не пил, не ел, хотя бы неделю, и решал бы, жениться не... А неделю не будешь пить, есть тебе и жениться не зачем уже. Ты тут ясно, что поймешь. А наоборот старается еды жирные, поставить, детей закармливать, шоколадками. Ясно дело. Как девочка спрашивает, Бог умолится, и говорит, Господи, а почему во втором классе у нас мальчики такие женолюбивые? Во втором классе ребенок, девочка, составляет такую молитву. И 32 стих. Павел говорит, я хочу, чтобы вы были без забот. Хотите не заботиться? Не женитесь. Хотя кажется наоборот. Но я один. Не постирать, не сварить. У меня, может, и квартиры бы не было. Все. И все-таки слово Павла остается в силе. Если можете вместить. Молодежь надо убеждать, уговаривать, не женить. Не жениться. А если уже жениться, то тщательно смотри. Приноравливайся. Если ее берешь, сначала с тещей познакомься ближе. Узнай. Как правило, дочь недалеко от матери. Конечно. Очень похоже. Если только она не уверена. Если дочь уверовала, а мать не верующая, разница большая. Решительно не подходит это правило. А ты хочешь его узнать, примерно, посмотри, какой характер у тебя, у теста будет. Примерно такой откроется и в нем. Откровение 14 глава 4 стих. Непонятный стих, на который опирается уже целое тысячелетие. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. И самое главное, что они идут за Господом, куда он их ведет. Они на каких-то белых конях, что-то там вечности. Но награда очень большая. А как узнать девственники? Они идут туда, куда идет Господь. Вот это монашество просмотрело. Туда, куда Господь идет. А это пошли в другом направлении. Поэтому Иоанн Златовус говорит так. Ты можешь быть девой и развратницей. И можешь иметь много детей и быть целомудренной девой. То есть Господь смотрит на что-то другое. Иаков 4.4 Дружба с миром есть вражда против Бога. Прелюбодея и прелюбодейцы. То есть вот духовное прелюбодеяние. Мы сейчас сказали, что мир ненавидит. А если с миром ты имеешь что-то общение, то это непрерывное идет прелюбодейство. Да под одно такое-то слово. Загляни, ты никогда больше к миру не пойдешь. Родные, близкие. Ты сразу возьми нужную дистанцию, чтобы тебя все знали. Я даже приезжаю домой во дворе. Иду, ну мне надо было заглянуть еще в колодцу. А потом в избу захожу. Захожу в избу. Дверь открыта, никого нет. Тобаком пахнет. Откуда тобак? И потом узнаю, через неделю до вас же в доме была гулянка. Сидели мужики. И кто-то увидел, что я иду, не с городом приехал. Они как ринулись в дверь, говорили, что дверь не выгнули. Все разбежались, я зашел, ни одного нигде нет. Ни с кем я не воевал, не дрался. Что это означает? Они знали, что что-то я им скажу. Что кого-то я там не похвалю. Это уж я в любви слова говорю. Притом, мужики женаты. Сидели в комнате у нас. Да и на столе это они могли оставить недопитые. Все бросили и бежали. Господь наводит такой страх. Если ты все время им будешь свидетельствовать, говорить о Господе. Первое послание Петра 3.7 Мужья. Обращайтесь с женами благоразумно, как с немощнейшим сосудом, дабы не было вам препятствия в молитве. То есть самое большое препятствие, чтобы наша молитва была услышана, это когда жена дома. Под разными предлогами она тебя будет сшибать. Будет много болтать, варить, судить кого-то. Тебя будет судить. А если бы она знала, что учить жене не позволяет не властвовать над Божьим, но быть безмолвием, она бы тогда помогала молиться. А здесь прямо говорится, что препятствия в молитвах. Это самое страшное. У меня нет никакой надежи в мире, начальника мне будут, какие-то скорби, недостатки, но я надеюсь на Бога. И вдруг она будет сбивать. Мириться надо с женой, но главная причина примирения, чтобы не было препятствия в молитвах. Потому что если вспомнишь, кто-то на тебя что-то имеет, положи дару жертвенника, а тогда пойди. Кто-то где-то один. А это под Богом. Она сто раз в день может твой жертвенник разрушить. Она сто раз в день может твою жертву разметать, чтобы не было препятствия в молитве. Только ради молитвы я прощаю. Мне надо молиться, а молиться никак невозможно. Поэтому прежде, чем жениться, ты сам подумай, ценит она молитву или нет. Ценит ли она, что ты на молитве будешь. Это самый главный шаг к примирению. Я готовлюсь к проповеди. Она в это время придет и будет меня сбивать. Что же у нас получится? Она сразу десятки людей или сотни лишит пищи духовной. А она утлый сосуд. Утлый, слабый сосуд, немощный, значит она требует исхождения. В таком случае она и должна быть этим сосудом, но не таким чугунным котлом, который мужу голову разбивает. Она его сбивает. И она требует к себе этого, чтобы надо мирно, иначе тебе молиться нельзя. Она все знает. Так ты ей напомни, ты утлый сосуд, утлый, слабый. Если я могу пошевелиться, как-то, то как сильно, а ты не имеешь этого права. Значит ты первое начинаешь, а ты расколешься. Первое послание Петра, третья глава, первый стих. Повинуйтесь своим мужьям. Все слышите? Да бы те из них, которые не покоряются слову, а не покоряются, которые не считают, или мало читают, или не вникают, но не покоряются. А тебе, жена, дана великая миссия мужа привести к Богу. Теперь уже все. Затауз, говорит, вышла замуж, тире, превратись в камень. Чтобы тебя он слова лишнего не слышал. А теперь позаботься, говорит, и те, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Без слова. Не единого слова, а добрым обхождением, молитвой, вниманием, кротостью, нежностью, но и более всего мужа привлечет то, что он увидит тебя, что ты ночью молишься, увидит тебя, что ты благословляешь пищу, что ты привещаешь друзей, которых он приводит. Мужу очень нравится, если он верующий, если жена будет часто открывать слово Божие. Слушайте это внимательно. Лучшего ничего не придумать. Красота мимолетна, все, а доброта, любовь к слову Божию остается навсегда. И ничего не ценнее, как под старость вместе заниматься словом Божиим. Напоминаю, что у японцев национальный культ терпения. И оно не только у мальчиков, которые такие смелые, по мужеству в первом месте в мире занимают, но и для женщины выйти замуж. И потом вся жизнь направлена только на одно поднимать авторитет мужа. С кем он бывает, где бывает, главное он хозяин. Иначе я останусь. Вы знаете, какая была история с президентом США, и как она его простила. В любом случае, я говорю, президентша, а если я сейчас на развод подам, я никто буду. Он нас этого не понимает. Если ты останешься одна, да еще христианка, говорит, я тогда развожусь, и на развод говорит, это полностью человек неверующий. Ты что говоришь? Твоя задача быть рядом, тебе без меня не спастись. Я твоя голова, а ты отрезаешь эту голову. Я в жизни своей видел так называемых христиан, у которых жена командует, и муж этого даже не понимает. Что бы она ни сказала, он все выполняет. Куда пойти, что делать, что строить, куда переезжать. Он совершенно никто. Это жалкое зрелище. Это обломки корабля. Притом она неудержимая. Всюду и везде начинает свое говорить. Через самое короткое время она начинает бесноваться, как сороха, которая рыбка, что была на побегушках. Над ним мужем она не может. Она с чужими братьями везде схватывается и схватывается. Выход только один. Если такая обязанность, то выше не женится. Аминь.